Сейчас история с коронавирусом, она на пользу происходящим изменениям, или же она может навредить нашей стране? Конечно на пользу, конечно на пользу. Когда человек не хочет бороться за свободу, не хочет жить по Божьим законам, за него это будет делать природа и Бог. Вот это первое предупреждение нам от природы и Бога. Чего вы сидите, когда вас гнобят, когда народ вообще превращен в рабов? Вся земля, все земли это касается, это не только у нас. Чего вы сидите, молчите? Все, это первое предупреждение от Бога. Дальше будем так сидеть, молчать. Еще хуже катаклизмы будут. Но если мы сами судьбу свою в руки возьмем за свободу, никаких катаклизмов, никаких болезней не будет. Это просто предупреждение от Бога, от природы. Пока первое. Так что надо просыпаться, бороться за свою свободу и права. Это просто предупреждение. Бог, природа говорит, зачем вы такие рабы нужны этой планете, этой вселенной? Будьте уничтожены. Все. То есть выбора нет. Конечно, конечно, надо действовать. За свои права, свободу бороться надо. И не только у нас, по всему миру. А вот то, что сейчас обрушилось цену на нефть, это тоже? Это тоже предупреждение. Это все. Это все предупреждение нам, человекам, людям. За то, что мы просто смотрим на зло и ничего не делаем. Пусть зло правит нами. Бог, природа скажет, нет, так не пойдет, ребята. Если вы будете так без дела сидеть, мы вас вместе с этим словом уничтожим. И сюда пройдут другие формы жизни лучше нас.